Девушки отдыхают Героиня сюжета, некто 20-летняя Клара Райцин из Менкина, рассказала о странном происшествии. Девушка долго крутилась перед зеркалом, поправляя макияж, как вдруг увидела в отражении еще одно лицо. Она обернулась, но никого сзади не было. Обошла квартиру пусто. Вечером за ужином Клара Райцин рассказала родителям о видении и неожиданно вспомнила, чье отражение было в зеркале. Родного дяди, который давно жил в Америке. Тут же решили срочно ему позвонить. Но на другом конце линии трубку никто не брал. А на следующий день пришла телеграмма с извещением о внезапной кончине заокеанского родственника. Позже выяснилось. Час смерти совпал с моментом, когда девушка крутилась у зеркала. Тогда же она и увидела отражение своего дяди. С тех пор Клара Райцин старается избегать зеркал и разных других отражающих предметов. И, как говорят исследователи, делает она это не напрасно. Зачем мы смотримся в зеркало? В большинстве случаев, чтобы выискать у себя недостатки. Так считают парапсихологи. Прическа не та, лицо бледное, фигуры не соответствуют общепринятым стандартам. Мы начинаем злиться и расстраиваться. А зеркало все наши эмоции фиксирует и в какой-то момент начинает их возвращать обратно. Ведь оно не только отражает, но и поглощает, а значит запоминает попадающую на него энергию. Кстати, об этом прекрасно были осведомлены наши предки. С тех древних времен и по сей день утвердилась незыблемая вера в мистические свойства зеркал. За много тысячелетий до изобретения зеркала, даже бронзовых еще зеркал, шаманы использовали отражение. Или во время лечения, во время каких-то обрядов, они заставляли людей подходить, смотреть в воду, и он уже там им нашептывал, в зависимости от чего было, так сказать, для чего вот этот вот обряд этот проходил. Древнейшие из найденных зеркал, изготовленных человеком, относятся примерно к седьмому тысячелетию до нашей эры. Хотя, по всей видимости, идея отражающего предмета обихода так же стара, как и сам окружающий нас мир, если мы будем рассматривать так же и естественные зеркала, наподобие спокойной глади воды или любой другой отражающий свет поверхности. В архаичных культурах этой способности зеркал всегда придавалось огромное значение. Именно поэтому на большей части этих предметов, найденных археологами, ученые обнаруживают сакральные символы. И Нострадамус, который, видимо, скорее всего, по системе зеркал предсказывал и будущее, и расписывал прошлое, которое имело место подробно очень, и об этом и в Катренах напрямую говорится. А так же и древнейшие ученые, еще из шумерской цивилизации, которые применяли зеркала для самых различных целей, в том числе и тоже для пророчеств, и для наслания порчи на людей. Это было целиком в руках этих жрецов. В свое время на Руси было популярно гадание. Ставили друг против друга зеркала, зажигали свечи и пристально вглядывались в длинный коридор, образуемый зеркальным отражением. Ждали, когда в нем всплывет образ будущего. Перед гаданием надо было завесить иконы, снять шеи крест и положить его под пятку, то есть фактически отречься от защиты святых сил. Может быть, именно с тех пор и пошло поверье, что сам сатана подарил человеку зеркало, чтобы тот не скучал в одиночестве и мог вести вечную беседу с самим собой. Князь Тьмы рассуждал правильно. Одиночество просветляет душу, а внутренний диалог своего рода раздвоения напротив вносит смуту в душевный мир. Еще один любопытный штрих. Иван Грозный, смертельно боявшийся всяких наговоров и проклятий, велел, чтобы зеркала для его жены Марии Ногой изготавливали слепые мастера. Суровый приказ самодержца появился неспроста. На Руси были убеждены, что зеркало может заразиться порчей и передать ее всякому смотрящему в него. На самом деле, наверное, одна из особенностей зеркала, одна из магических, мистических особенностей, это способность накапливать информацию. напрямую это пытались доказать многие ученые, в том числе и советские, и российские, и даже некоторым удалось это, даже обсчитать, какое-то количество энергии, которое поступает к зеркалу, когда в него, например, смотрится человек. По той же причине, что зеркало может заразиться порчей и передать ее всякому смотрящему в него, женщинам запрещалось глядеться в зеркала в так называемые нечистые периоды, в дни месячных беременности и первые недели после родов. Просвещенная Европа разделяла суеверное отношение к зеркалу. Во многих странах было принято вставлять их в окна, чтобы отразить дурную энергию от плохого соседа или близко стоящих вредных зданий, промышленных объектов, больниц, тюрем. В Испании на одежду малыша нашивали множество миниатюрных зеркал разной конфигурации. Считалось, что их поверхность отведет взгляды завистников и бумерангом вернет их обратно. Случайно зеркала оказывают странное воздействие на психику и иногда на здоровье людей. Все это связано с их особенностями и до сих пор неразгаданными какими-то загадками. Потому что еще многие древние люди использовали зеркала и тут же Парацельс, который впервые выдвинул версию о том, что зеркала являются каким-то буфером, каким-то барьером между нашим и тонким миром. Эту идею развивали и Леонардо в своей живописи. Он всячески использовал это. И это привело его к величайшим открытиям. Странно, но сегодня, в третьем тысячелетии, мы продолжаем верить в магическую сущность зеркал. Вздрагиваем, когда роняем зеркало на пол и внимательно смотрим, не отбился ли кусочек. А вернувшись за забытой вещью домой, прежде чем выйти из квартиры снова, обязательно взглянем на себя в зеркало. После того, как наш дом покидают неприятные гости, непременно протираем зеркало водой, чтобы смыть след этих людей из зеркальной памяти. То есть получается, что мы боимся сглаза и порчи не меньше Ивана Грозного. Если умирает близкий, закрываем зеркала тканью. Зачем? Считается, что домочадцы и родня таким образом страхуют себя от того, что душа покойного может проникнуть через зеркало в мир живых и навсегда останется непрекаянной. Есть и другие интерпретации поверья завешивать зеркало в доме покойника. Как бы человек сохраняется там в глубине, в глубине этого зеркала, и может его душа где-то там заплутала в зазеркалье. И вот он может как бы вернуться, заблудившись, может вернуться в этот мир. Поэтому и завешивали черной тряпицей, там шалью и так далее, в общем, скатертью черной, чтобы вот этот покойник, блуждающий в зазеркале, он не смог вернуться назад. Все это так. Однако, чтобы список был полным, есть еще несколько советов, касающихся этих загадочных предметов. Не вешайте зеркало слишком низко или слишком высоко. Если оно отражает нас в полный рост, то убывает наша энергия. Не подносите младенца к зеркалу, иначе у него с трудом будут резаться зубки, или он поздно начнет говорить. Не принимайте пищу, сидя перед зеркалом, иначе есть шанс съесть свою красоту. По той же причине не заглядывайте в зеркало в полутемной комнате или при свечах. Ни под каким предлогом не принимайте в подарок пудреницу, шкатулку, косметичку, любую вещь, украшенную зеркалом. Не ставьте зеркало лицом к постели. Ночные кошмары, головные боли, хроническое недосыпание будут вам обеспечены. Переставьте мебель или хотя бы закрывайте зеркало чем-нибудь на ночь. Никогда не ругайте себя и не ругайтесь с другими перед зеркалом. Пореже смотрите в него в критические дни, когда больны или переутомлены. Помните, что некоторые зеркала обладают сильной отрицательной энергией. Особенно, если на их глазах происходили негативные сцены ссор, насилия, а уж тем более убийств. Стоит также хорошенько подумать, прежде чем взять в дом зеркало, оставшееся после умершего. И уж тем более нужно быть бдительным, приобретая зеркало, история которого вам неизвестна. Но если все-таки вам с приобретением не повезло, и перед этим зеркалом гаснут свечи, унесите его подальше от дома и разбейте. И, наконец, ни в коем случае не разбивайте ваше собственное зеркало, которым вы долго пользовались. Тоже это, конечно, мистическое такое поверье, когда человек много раз смотрел в это зеркало, там как бы накапливается его энергия. И если это зеркало разбито, то вся эта энергия куда-то не возвращается назад человеку, а разлетается, в общем, по всему миру. И это может привести, в общем, к последствиям дурным. То есть как бы появляются, ну, сказали бы сегодня, клоны, множество клонов, сколько вот этих осколков зеркала, столько, значит, вот этих людей начинают бродить по свету. Одним из первых объяснений зеркальному феномену дал Парацельс. Он полагал, что этот предмет служит тоннелем между двумя мирами, тонким и физическим. И что через этот тоннель потусторонняя информация проникает к нам. Очевидно, именно эта энергия мощнейшим образом влияет на психику человека, обрушивая на него галлюцинации и видения. Кстати, основываясь на теории Парацельса, медики прошлого использовали зеркала для гипноза и разного рода внушений. Существовали в средние века даже такие пытки, как человек, допустим, его сажали напротив зеркала, и он часами, то есть заставляли его смотреть. То есть он не мог там повернуться, уклониться, в общем, заставляли смотреть. И вот, казалось бы, ну пустяк. Ну сиди ты час смотри на себя, два часа. Но люди сходили с ума, начинались мучения у них. Удивительно, но большинство сегодняшних исследователей, сталкиваясь с феноменом зеркала, не считают беспочвенными выкладки своих предшественников. Наши современники убеждены, зеркало, как и всякая вещь, окружено неким невидимым полем. Вокруг шероховатых предметов это поле рыхлое и поглощает падающую в него энергию. Предметы же гладкие и блестящие создают вокруг себя плотное поле, и оно практически полностью отражает тонкие излучения. В том, что зеркало обладает именно таким плотным полем, можно убедиться и в домашних условиях. Попробуйте управлять телевизором с дистанционного пульта, но не так, как обычно, напрямую, а направив пульт в зеркало. И увидите, программы будут прекрасно переключаться. Но если зеркало отражает невидимые глазу лучи, значит оно способно отражать и более тонкие энергии. Например, энергии человеческих чувств и эмоций. Именно поэтому и ученые, и экстрасенсы хором советуют не экспериментировать с зеркалом, не гадать, не выражить. Ведь зеркальный удар может повредить, а то и разрушить нашу хрупкую энергетику. Древние китайцы прекрасно знали эти способности. Например, до сих пор используют зеркала в качестве, например, воздействия на конкурентов каких-то в бизнесе. То есть они расставляют зеркала по периметру там своей фирмы. Так что все конкуренты, которые вокруг находятся, они все получают воздействие, как считается. И эта фирма больше получает прибыли, она процветает и так далее. То есть такие вещи отмечались во многих городах, в том числе я видел такие вещи в южно-китайских городах, где все это процветает на полном серьезе. Вернемся к странному происшествию, которое произошло с девушкой из Мюнхена, увидевшей в отражении находящегося далеко за океаном своего родственника. Причем в тот момент, когда этот родственник готовился предстать перед судом божьим. Известный американский психолог и врач Рэймонд Мауди уже много лет занимается так называемым феноменом зеркального ясноведения. Ему удалось разыскать в архивах немалое количество историй по данной тематике. Оказывается, в Древней Греции даже существовали специальные заведения, где клиенты обращались со своими умершими близкими. Призраки покойников, если так можно выразиться, приходили в зеркала. Разобравшись с системой работы таких заведений, доктор Мауди попытался воссоздать нечто подобное в своей психиатрической клинике в Алабаме. Он построил специальную зеркальную комнату, куда для экспериментальных сеансов приглашал статистов. Перед тем, как усадить перед зеркалами своих пациентов, доктор Мауди просил их рассматривать фотографии, дрогать вещи, принадлежавшие покойному. После чего статист садился в кресло и расслаблялся, отключая свой мозг от всего постороннего и начинал пристально вглядываться в поверхность зеркала. По окончании сеанса половина тех, кто прошел испытания, заявляли, что они видели в отражении своих умерших родственников и общались с ними. Объяснений этому феномену пока нет. Но есть и другой, не менее загадочный феномен. Некоторые люди свидетельствуют, что в старых зеркалах иногда появляются отражения их бывших владельцев, чаще тех, кто уже давным-давно покинул этот бренный мир. Я с этим столкнулся много лет назад, когда работал одно время в старом здании издательства «Известия», когда рядом с директором этого здания почему-то в зеркале появился размытый образ Николая Ивановича Бухарина, который был там, как известно, главным редактором в конце 30-х годов. И именно в этом кабинете его арестовали. И, по-видимому, зеркало отразило вот самые тяжелые и страшные моменты в его жизни. И благодаря этому все это запомнилось на десятилетия. И какая-то матрица идет сквозь эти десятилетия уже практически в полуматериальном состоянии. Некоторые исследователи утверждают, что свойства зеркал настолько непредсказуемы, что их можно использовать, например, для путешествий во времени. Известный советский астрофизик Николай Николай Козырев проводил в Полковской обсерватории многочисленные опыты по созданию устройств, способных переносить объекты в прошлое. Первые, значит, эти опыты заключались в том, что некие пластинки изобнутые по гиперболе на подставочках деревянных стоявшие по четыре штуки окружали стул, стул, на котором человек сидел. И голова его оказывалась как бы вот в фокусе, в нервном фокусе. Уже стали замечаться некие эффекты, ну, как бы перемещения мыслей, как бы ощущения себя где-то в другой реальности оператором. Директор Института общей патологии и экологии человека Влаиль Казначеев провел ряд экспериментов с зеркалами Козырева. Добровольцы на несколько часов помещали внутрь камеры, имеющие слегка искривленную отражающую внутреннюю поверхность из металла. Испытуемые потом рассказывали, что перед ними в этих зеркалах как на киноэкране разворачивались сцены из прошлого или будущего, зачастую не имевшие никакого отношения к ним лично. Участники эксперимента, которых Казначеев именовал операторами, поскольку они оперировали своими мыслями, давали детальное описание событий, исключавшие сомнения в подлинности введения. Вот они оказывались в разных местах. Например, на борту американского ВАКСа, который в этот момент летал над всем Ледовитым океаном. И оператор называл параметры, которые там на пульте управления находятся. Нашивки, шевроны, значит, пилотов, там, как кого зовут и так далее. Он был там. Как все это происходит, пока остается загадкой. Механизм действия зеркал Козырева на человеческое сознание и время пока неизвестен. И только-только его начинают скрупулезно изучать. Сложно сказать, переносятся ли испытуемые во времени. Или события тех времен транслируются перед ними в настоящем. К сожалению, опыты не так давно были прерваны, поскольку обнаружилась некая опасность их продолжения. Какую же угрозу углядели ученые? Ответ простой. Мы настолько далеки от разгадки вот этих эффектов сейчас, то вроде бы значит, международное научное сообщество должно так вот прям взяться, навалиться вот на это, на все и вот эту задачу решать. Но научное мировое сообщество, оно ведь не одинаково и работает не на одни и те же, так сказать, благостные силы. И как всегда, любое, так сказать, достижение у нас в первую очередь стараются использовать в военных целях. А последствия применения в военных целях таких вещей, как то программируемые изменения пространства времени или хотя бы одного времени, мне даже трудно, так сказать, назвать возможные последствия. На западе Тибетского Нагорья, в двухстах километрах от границы с Непалом, находится удивительная гора с четко выраженной пирамидальной формой. Все попытки чужеземцев покорить ее заканчивались полным провалом. Беда достигала альпинистов либо сразу во время восхождения, либо спустя некоторое время после неудачных попыток взобраться на вершину. Название этой горы Кайлас. Известный врач, путешественник и исследователь Эрнст Молдашев после многолетних исследований Кайласа пришел к выводу, что это вовсе не гора, а пирамида. Построена она была задолго до появления египетской цивилизации. Главное отличие Тибетской пирамиды от подобных сооружений в Египте состоит в том, что грани ее вогнутые и полукруглые. Такие грани некоторые исследователи называют зеркалами. Как утверждает Эрнст Молдашев, у этих зеркал есть сходство с зеркалами Козырева. То есть грани Кайласа обладают способностью сжимать время. А так как они огромны по своим размерам, то и время сжимается там в значительной степени. Именно этим действием можно объяснить странный случай, который в середине 90-х годов 20-го столетия произошел с четырьмя альпинистами, побывавшими в районе одного из таких зеркал. Всего за один год после экспедиции они все состарились и умерли. Случались там и другие не менее загадочные происшествия. Есть такая версия о хрономиражах, которые часто проявляются именно на некоторых точках, горных пиках, горных склонах Тибете. И то, что там часто пропадали люди, путешественники, и некоторые из них, как ни странно, потом обнаруживались и рассказывали совершенно невероятные вещи. Этот факт косвенно подтверждается и так называемым эффектом Казимира, открытым еще в 1948 году. Суть его в том, что между двумя зеркалами изменяется гравитационный показатель, и это может приводить к искривлениям пространства и времени. То есть, находясь в зеркальной комнате, мы можем получать информацию из других измерений. Зеркалам приписывают множество мистических свойств. Мол, в них можно увидеть прошлое и будущее. Они способны поглощать энергию людей и неживых объектов. Зеркала, окна в потустороннюю реальность. Редактор субтитров Корректор А.